Приветствую всех дорогие друзья, на связи как всегда недомайнер и моя скромная таверна. Несмотря на презентацию AMD, новости последних дней оказались весьма жаркими. Компания Intel уже готовит ответку Ryzen 5000, зеленые подготавливают свои RTX 3000 с удвоенной памятью, а показанная видеокарта Big Navi может оказаться маркетинговой уловкой. Обо всех актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас, ну а перед этим не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с интела. След за многочисленными утечками о сроках выхода настольных процессоров Core 11-го поколения рассказала сама Intel. Один из высокопоставленных менеджеров компании подтвердил в блоге, что чипы Rocket Lake S принесут с собой поддержку PCI Express 4.0, а их релиз состоится в первом квартале 2021 года. А неофициальные источники указывают на начало марта. Сам же представитель компании рассказал, что нынешнего поколения достаточно почти для всех геймеров. И добавил, что он также рад подтвердить, что десктопные процессоры Intel Core 11-го поколения с кодовым именем Rocket Lake появятся в первом квартале 2021 года и будут поддерживать PCI Express 4.0. Это будет еще один фантастический процессор для игр и мы будем рады раскрыть более подробную информацию в ближайшем будущем. Впереди еще много всего, так что следите за обновлениями. В 4-нм процессорах Rocket Lake S чипмейкер будет использовать новую микроархитектуру, которая должна принести ощутимый скачок быстродействия относительно Skylake. Новинки можно будет использовать с выпущенными ранее платами LGA1200, но предварительно обновив прошивку UEFI. Один из экспериментаторов, получивший свое распоряжение образец Rocket Lake S, рассказал, что материнская плата ESRAC на чипсете Z490 способна работать с ним и даже активирует режим PCI Express 4.0. Один из чипов был проверен в составе материнской платы на базе чипсета Z490 тайваньским энтузиастом с псевдонимом IT-кукер. На опубликованных скриншотах видно, что энтузиаст собрал систему для тестов восьмиядерного процессора Rocket Lake S с участием M.2 Seagate Firecudo 520 на PCI Express 4.0 и видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT. Как можно заметить, оба устройства были конкретно опознаны как устройства с поддержкой стандарта PCI Express 4.0 при проверке в программах Crystal Disk Mark 8 и GPU-Z. А показатель последовательной скорости чтения в 5 Гбайт секунду и последовательной записи на уровне 4.2 Гбайт секунду в программе Crystal Disk Mark лишь подтверждает данные о том, что для передачи данных в системе на базе Rocket Lake S действительно использовался интерфейс PCI Express 4.0. Также можно заметить, что энтузиаст использовал материнскую плату ASRock Z490 Taichi, что является прямым подтверждением поддержки PCI-4 у этой платы. А вот портал видеокардз поделился новой информацией про секретные RTX 3070 на 16 Гбайт и RTX 3080 на 20 Гбайт. Через свои источники они выяснили, что релиз адаптеров с удвоенным объемом видеобуфера состоится в декабре. В то же время Nvidia отказалась от выпуска модели GeForce RTX 3070 Ti. По мнению редакции, вычеркнуть 3070 Ti из планов Nvidia заставили проблемы с качеством графического процессора GA104. В новинке должна была использоваться полноценная версия кристалла с активными 6144 ядрами CUDA, тогда как для GeForce RTX 3070 достаточно слегка урезанного варианта. Вполне возможно, что Nvidia вернется к идее выпуска GeForce RTX 3070 Ti или Super по мере улучшения производства GPU. Если говорить о картах с удвоенной памятью, то эти карты будут отличаться от анонсированных ранее моделей только увеличенным видеобуфером. А графические процессоры Nvidia GA102 и GA104 полностью перекочуют из RTX 3080 и RTX 3070 без каких-либо изменений. Кроме того, по их данным перенос релиза RTX 3070 привел к задержке анонса RTX 3060 Ti. Теперь дебют этой видеокарты запланирован на середину ноября. А тем временем стало известно, что анонсированные процессоры Ryzen 5000 унаследовали от предшественников серии Ryzen 3000 не только чиплетный дизайн, но и кристалл ввода-вывода. Эту информацию подтвердил Андреас Шиллинг, редактор немецкого веб-издания Hardware Luxe. Так что не стоит ожидать от процессоров Ryzen 5000 дополнительных линий PCI-Express 4.0 или более совершенного контроллера оперативной памяти. Официальным режимом работы ОЗУ для CPU Vermeer остался DDR4-3200. Можно рассчитывать, что за несколько лет, в течение которых функционирует 12-нанометровый конвейер Global Foundrys, контрактный чипмейкер довёл технологию до совершенства, а значит блок ввода-вывода в составе Ryzen 5000 всё-таки получил некоторые оптимизации техпроцесса. А если говорить о самих 7-нанометровых чиплетах Zen 3, то для их выпуска используется та же технология, что и в случае с Zen 2. Несмотря на это, компании удалось выжать дополнительную пару сотен МГц для буст-режима. Как отмечает технический директор AMD, можно было добиться и 5 ГГц. Но тогда бы пострадала доступность CPU, ведь для таких процессоров годятся только наиболее удачные кристаллы Zen 3. Такое заявление может означать, что некоторые Ryzen 5000 возможно будет разогнать. А вот противостояние AMD и Nvidia на рынке графических решений таит немало интриг и тактических хитростей, поскольку основатель второй из компаний очень ревностно относится к защите своих деловых интересов. Неудивительно, что после предпоказа производительности Radeon RX 6000 представители AMD не стали уточнять, какая именно модель семейства приняла участие в демонстрации. Лиза Су и ее коллеги уже не раз отмечали, что термин Big Navi следует относить не к какой-то конкретной видеокарте, а к целому семейству. Поэтому и условный представитель семейства Radeon RX 6000, мелькнувший в руках главы AMD, может относиться не к флагманской модели, а к какому-то крупному среднячку. В общем, чтобы не строить теории заговора, лучше пока не делать конкретных выводов о том, что нам показали. С точки зрения маркетинга это очень грамотный ход, показать среднячок, чтобы конкурент думал, что это все на что мы способны. Ну а из показанных значений уже сделали график сравнения видеокарт. Как видите, пока что эта видеокарта находится между 2080 Ti и RTX 3080. Ну а в самом графическом драйвере AMD нашли уязвимость. Компания Cisco Talos обнаружила новую потенциальную уязвимость Create Allocation в драйверах видеокарт Radeon. Эта уязвимость может быть вызвана непривилегированными учетными записями и приводит к сбоям в системе и синему экрану смерти. По информации специалистов, AMD уязвимость не влияет на конфиденциальную информацию и долгосрочную функциональность системы, а для устранения последствий сбоя необходимо перегрузить систему. AMD планирует выпустить обновленный пакет графических драйверов с решением этой проблемы уже в первом квартале 2021 года. Тем временем, по информации издания The Wall Street Journal, компания AMD ведет продвинутые переговоры о приобретении другой крупной компании Xilinx. Эта фирма из Сан-Хосе специализируется на FPGA-матрицах всех форм и размеров, включая большие FPGA с высоким числом логических ячеек под брендом Vertex Ultra Scale. Xilinx является технологическим лидером в своей сфере и успешно конкурирует с соответствующим подразделением Intel и матрицами Stratix 10. По информации инсайдеров, стоимость сделки между AMD Xilinx будет оцениваться в 30 миллиардов долларов или даже большую сумму. Переговоры возобновились после недавней паузы, поэтому неясно приведут ли они к успешному приобретению. Благодаря чиплетной технологии AMD сможет за короткий период вывести на рынок серверные процессоры Epic для центров обработки данных со встроенными микросхемами FPGA для повышения производительности рабочих нагрузок искусственного интеллекта. И это только один из сценариев коллаборации AMD и Xilinx. А яблочный гигант не останавливается на достигнутом и уверенно идет вперед. Apple уже провела презентацию своих продуктов в сентябре. Следующая пресс-конференция намечена на 13 октября, когда компания должна представить новое поколение смартфонов iPhone. Однако на этом яблочный гигант по всей видимости не остановится. Третье мероприятие Apple, если верить изданию Bloomberg, состоится в ноябре. В его рамках компания по слухам представит ноутбук MacBook на базе собственных процессоров ARM. Ранее уже было известно, что первые ARM процессоры для ноутбуков Apple будут 12 ядерными, а в их основу ляжет архитектура A14X. Ожидается, что лэптопы на этих чипах продемонстрируют лучшую по сравнению с микросхемами Intel производительность CPU и GPU, а также повышенную экономичность. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто подписывается на мой канал и ставит лайки. До скорых встреч друзья.